Владимир Ленин Возвание о войне Товарищи рабочие Вот уже больше года тянется Европейская война. Судя по всему, она протянется еще очень долго, ибо если Германия наилучше подготовлена, и сейчас всех сильнее, то зато четверное согласие, Россия, Англия, Франция и Италия, имеют больше людей и денег, а кроме того свободно получает военные припасы из самой богатой страны мира, Соединенных Штатов Америки. Из-за чего же идет эта война, которая несет человечеству невиданные бедствия и мучения? Правительство и буржуазия каждой воюющей страны выкидывает миллионы рублей на книги и газеты, сваливая вину на противника, возбуждая в народе бешеную ненависть к неприятелю. Не останавливаясь ни перед какой ложью, чтобы представить себя в виде обороняющейся стороны, которая подверглась несправедливому нападению. На самом же деле, это есть война между двумя группами разбойнических великих держав, из-за дележа колоний, из-за порабощения других наций, из-за выгод и привилегий на мировом рынке. Это самая реакционная война, война современных рабовладельцев, за сохранение и укрепление капиталистического рабства. Англия и Франция лгут, уверяя, что ведут войну за свободу Бельгии. На деле они давно готовили войну и ведут ее ради ограбления Германии, отнятия ее колоний, они заключили договор с Италией и Россией о грабеже и разделе Турции и Австрии. Царская монархия в России ведет грабительскую войну, стремясь к захвату Галиции, к отнятию земель у Турции, к порабощению Персии, Монголии и так далее. Германия ведет войну за грабеж колоний Англии, Бельгии, Франции. Победит ли Германия, победит ли Россия, будет ли ничья во всяком случае война, принесет человечеству новое угнетение сотен и сотен миллионов населения в колониях. Персии, Турции, Китае, новое порабощение наций, новые цепи для рабочего класса всех стран. Каковы задачи рабочего класса в отношении к этой войне? На этот вопрос уже дан был ответ, единогласно принятый социалистами всего мира, резолюцией Базельского международного социалистического конгресса 1912 года. Эта резолюция была принята в предвидении именно такой войны, которая в 1914 году наступила. Эта резолюция говорит, что война реакционна, что она готовится в интересах прибыли капиталистов, что рабочие считают преступлением стрелять друг в друга. Что война поведет к пролетарской революции, что образцом тактики для рабочих является Парижская коммуна 1871 года и октябрь-декабрь 1905 года в России, то есть революция. Все сознательные рабочие России стоят на стороне российской социал-демократической рабочей фракции в Государственной Думе Петровского, Бадаева, Муранова, Самойлова и Шагова, которые сосланы царизмом в Сибирь за революционную пропаганду против войны и против правительства. Только в такой революционной пропаганде и революционной деятельности, ведущей к возмущению масс, лежит спасение человечества от ужасов современной войны и грядущих войн. Только революционное свержение буржуазных правительств и в первую голову самого реакционного, дикого и варварского царского правительства открывает дорогу к социализму и к миру между народами. Илгут те, сознательные и бессознательные слуги буржуазии, которые хотят уверить народ, что революционное свержение царской монархии может привести только к победам и усилению германской реакционной монархии и германской буржуазии. Хотя главари немецких социалистов, как и многие самые видные социалисты России, перешли на сторону своей буржуазии и помогают обманывать народ сказками об оборонительной войне. Но в рабочих массах Германии растет и крепнет протест и возмущение против своего правительства. Социалисты Германии, не перешедшие на сторону буржуазии, объявили печатно, что считают геройской тактику российской социал-демократической рабочей фракции. В Германии издаются нелегально воззвания против войны и против правительства. Десятки и сотни лучших социалистов в Германии, в том числе известная представительница женского рабочего движения Клара Цеткина, брошены немецким правительством в тюрьмы за пропаганду в революционном духе. Во всех, без исключения воюющих странах, зреет возмущение рабочих масс и пример революционной деятельности социал-демократии России. А тем более всякий успех революции в России неминуемо двинет вперед великое дело социализма, победы пролетариата над эксплуататорской и кровавой буржуазией. Война наполняет карманы капиталистов, которым течет море золота из казны великих держав. Война вызывает слепое озлобление против неприятеля, и буржуазия всеми силами направляет в эту сторону недовольство народа, отвлекая его внимание от главного врага правительства и командующих классов своей страны. Но война, неся бесконечные бедствия и ужасы трудящимся массам, просвещает и закаляет лучших представителей рабочего класса. Если погибать, погибнем в борьбе за свое дело, за дело рабочих, за социалистическую революцию, а не за интересы капиталистов, помещиков и царей, вот что видит и чувствует всякий сознательный рабочий. И как ни трудна теперь революционная социал-демократическая работа, она возможна, она идет вперед во всем мире, в ней одно и спасение. Долой царскую монархию, втянувшую Россию в преступную войну и угнетающую народы. Да здравствует всемирное братство рабочих и международная революция пролетариата. Написано в августе 1915 года. Впервые напечатано 21 января 1928 года в газете «Правда» номер 18. Печатается по рукописи.